Китайцы это один народ или множество разных. Шутки про то, что они все на одно лицо. Миллиард людей говорящих на одном языке, славящих ма и работающих сутками. Все это мифы далекие от правды. Китайцы состоят примерно из шести десятков крупных народов, которые имеют разную генетику, антропологию, языки, религию и историю. Правительство КНР принуждает их к ассимиляции, но процесс идет чрезвычайно тяжело. По примеру Османской империи, Китай налогами, штрафами и насилием заставляет всех становиться китайцами, что встречает сильное сопротивление. История Китая это история экспансии народа Хань черноголовые на запад, север и юг, с постепенным поглощением соседей. В междуречии Янцзы и Хуанхэ, народ Хань, чистые монголоиды, создал цивилизацию, которая тысячу лет упорно расширялась, хотя и сама неоднократно завоевывалась. Еще до нашей эры, Хань захватили некие западные кочевники на колесницах, пьющие молоко, разводящие скот и изготавливающие бронзу. Они основали царство Джа и были по всей видимости индоевропейцами, которые растворились в китайском населении, однако передали некоторые странности внешности потомкам, как например двухметровый рост, большой нос и рыжую бороду философу Конфуцию. Затем ханьские государства долго воевали с тюркскими каганатами и включили большую их часть в число поданных. Тюрки вернули долг во времена Монгольской империи, долгие 300 лет подавляя постоянно бунтующий Китай и снабжая его волнами монгольской и тюркской крови. В средневековье Манчжурия завоевала Китай и снова обеспечила ему приток народов, не говоривших на языках хань. В последние 200 лет Китай заметно расширился на запад, захватив традиционные земли Средней Азии, где живут казахи и уйгуры. Сейчас в Китае говорят на более чем 300 языках, что отражает реальную этническую пестроту населения, а не официальные 65, где в хань записали большие и разные этносы. Запад страны населен преимущественно уйгурами, киргизами, казахами, татарами и говорит на тюркских языках. Север говорит на монгольских и населен маньчжурами, бурятами, малыми народами Дальнего Востока и даже эвенками. Юг по населению родичей южно-азиатских народов из семьи Маоя. Кроме того, в стране большие диаспоры русских, узбеков, корейцев, индусов и пакистанцев, крупные города, как и во всем мире. Полны экспатами из западных стран, поэтому Китай, одна из самых пестрых в этническом плане стран в мире. Несмотря на усилия правящей партии, китайцы крайне разобщены в языковом, религиозном и этническом плане. Хотя и относятся в большинстве к монголоидной расе. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.